МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Курган.ру с Павлом Баевым. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 34 ДТП. Четверо получили травмы, один погиб. Таковы итоги дорожной обстановки за прошедшие сутки. Всего автоинспекторами пресечено почти 4000 нарушений ПДД. Шесть водителей задержаны за вождение в пьяном виде. Более подробную информацию о ДТП, в том числе с летальным исходом, вы найдете на нашем сайте и официальных страницах в социальных сетях. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Внимание у курганцев! Полицейские просят о содействии. 14 сентября в городе пропал 37-летний мужчина Константин Сергеев. Ушел из дома и не вернулся. Приметы. На вид 40 лет, рост 172 см, полного телосложения, с короткой стрижкой, волосы черные, глаза карри. Одет был в черную футболку, поло, синей кофту и джинсы. При себе имел небольшую кожаную сумку черного цвета. Граждан, располагающих любой информацией о его местонахождении, просят обратиться по телефонам, которые вы видите на экране, в Курганский отдел уголовного розыска 49-57-43, дежурная часть 49-57-97 или 02. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А тем временем в соцучреждениях региона идет установка современной пожарной сигнализации. Мало того, данный вопрос находится на контроле областного правительства. Почему, знает наш корреспондент. Вопросы обеспечения комплексной безопасности в организациях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей находятся на особом контроле управления социальной защитой населения и отрабатываются в тесном взаимодействии с территориальными управлениями МВД, МЧС и Роспотребнадзора. Такая информация была озвучена на аппаратном совещании в правительстве региона. Провел его губернатор Алексей Кокорин. Комплексная безопасность включает в себя в том числе пожарную безопасность, антитеррористическую защищенность, отсутствие аварийных ситуаций и аварийного состояния на соцобъектах в соответствии с всем санитарным требованиям, материально-техническую обеспеченность. На сегодняшний день в системе социальной защиты населения действует 28 организаций с круглосуточным пребыванием людей. В данных организациях находятся более 3000 человек. Это дети, инвалиды и престарелые граждане. Социальное обслуживание в этих организациях осуществляется в соответствии со строгими стандартами. Внедрена система контроля качества. Во всех учреждениях с круглосуточным пребыванием людей установлены автоматические пожарные сигнализации с системами оповещения и управления эвакуацией. Ежеквартально проходят тренировки с эвакуацией людей, отработка взаимодействия всех служб на случай чрезвычайной ситуации, а также дни пожарной безопасности. Финансирование расходов на обеспечение деятельности учреждений с круглосуточным пребыванием составило 723 миллиона рублей. Вопросы укрепления материально-технической базы организации, как дети, инвалиды и престарелые, осуществляются в основном в рамках государственных программ Курганской области, а также на условиях софинансирования с Пенсионным фондом Российской Федерации. Подводя итог, Вера Дюмина отметила, что для выполнения всех мероприятий пожарной безопасности в шести детских домах необходимо 9,2 миллиона рублей. Сегодня финансирование составляет 60%. Губернатор поручил финансовому управлению предусмотреть эти средства в областном бюджете. Михаил Котельников, Дмитрий Тихонов, Лидейко, Городцево, информационное агентство Курган.ру. Межевание, установление границ, кадастровый учет земельных участков. В мэрии Кургана пройдет бесплатная консультация горожан по интересующей в этой теме вопросам. Прием состоится 19 и 20 сентября в общественной приемной администрации. Кабинет 130А. Время работы с 14 до 16 часов. Здесь же 20 сентября можно получить исчерпывающую консультацию по вопросам работы квартальных смотрителей в рамках правил благоустройства территории города. К другим темам. Пенсионный возраст не повод завязывать с работой, а прекрасная возможность передавать опыт молодым. Так считает человек, в чьей трудовой книжке запись «Принят» прописана всего один раз. Наш корреспондент с ним пообщался. Театральный сезон 76-й по счету постепенно набирает обороты. Радуя курганцев, уже успевших соскучиться по театру. За два месяца межсезонья и каникул можно было хорошо отдохнуть. Однако заведующий художественно-постановочной частью Курганского государственного театра драмы не забывал о своей работе даже во время отпуска. Знакомьтесь, заслуженный работник культуры Российской Федерации Сергей Захаровичуев. Этот оксакал в Курганском театре работает уже 55 лет. Начинал работником сцены, 10 лет был заместителем директора, а позже по своему желанию стал заведующим художественно-постановочной частью. В каждом спектакле Курганской драмы огромная доля участия Сергея Чуева. Это настоящий герой за кулиси. Скромный, опытный, мудрый и неугомонный в свои 72 года. Как признается Сергей Захарович, самыми сложными днями в его жизни являются те, когда нет работы. Я отдыхать не умею. Отпуск у меня, если я не приду в театр, я не могу не прийти. Я буду болеть или иду в театр с какой-то мелодией. Чем ближе к театру, у меня сердце больше начинает биться. Сергей Захарович уже 12 лет на пенсии, но любовь к театру и творческое окружение помогают не чувствовать годы за спиной. Болеть и скучать некогда, ведь нужно координировать работу девяти театральных цехов. В театре его знают все, а он знает все. Все кажется, что ничего не изменилось. Он у нас как был на взлете, так и для меня он остался на взлете. Режиссеры были хорошие, художники хорошие, артисты хорошие. Как считает Сергей Захарович, любимое дело дороже любых денег. А после 70 жизнь только начинается. Ведь вокруг молодые коллеги, которые нуждаются в его знаниях, жизненной и профессиональной мудрости. Пенсионер – это не про Чуева. Он 72, по-прежнему творит искусство. А работа, творчество и востребованность дают силы жить легко и радостно в любом возрасте. Дмитрий Долгих, Ларислав Базлев, Лидия Кригородцева, информационное агентство Курганру. Сильны традициями. Одному из ведущих зауральских вузов исполнилось 74 года. 14 сентября Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Мальцева отметила свой 74-й день рождения. Торжественное мероприятие открыл ректор агропромышленного вуза Владимир Левицкий. Он поздравил преподавателей, студентов, сотрудников, а также пожелал коллективу дальнейших достижений и побед. От имени губернатора Курганской области Алексея Кокорина вуз поздравил и его первый заместитель директор департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин. Он отметил, что сегодня Курганская сельхозакадемия является одним из ведущих вузов региона. Самый главный вуз Курганской области не в обиду Курганскому госуниверситету, безусловно, потому что здесь учатся у нас же студенты практически из всех сельских муниципальных образований Курганской области, поэтому, безусловно, сельхозакадемия в день 74-летия заслуживает того, чтобы отдать ей дань уважения. В ходе торжества ректор сельхозакадемии Владимир Левицкий вручил лучшим преподавателям и сотрудникам учебного заведения почетные грамоты за их неоценимый вклад в становление и развитие учебного заведения. По его словам, популярность экономических и сельскохозяйственных специальностей вуза растет с каждым годом. Максим Ахахонин, Тимур Натсулханов, Дмитрий Тихонов, Лидия Когородцева, информационное агентство Курган.ру. От сессии до сессии живут студенты весело. В Курганском государственном университете состоялось посвящение первокурсников. Подробнее в сюжете. Посвящение в студенты. Именно этот ритуал делает вчерашнего школьника настоящим студентом и открывает перед ним дверь во взрослую жизнь. В этом году в Курганский государственный университет поступило порядка 1800 абитуриентов очной и заочной формы обучения. В честь главного события каждого первокурсника на сцене Центра культуры и досуга ждали лучшие творческие коллективы вуза и города Кургана, а также конкурсы и розыгрыши ценных призов. В ходе торжественной церемонии посвящения для студентов-первокурсников с напутственными словами выступил исполняющий обязанность директора Курганского госуниверситета Константин Прокофьев, а также их будущий декан и преподавательский состав. Они стали первокурсниками, они стали студентами. Хотя я все время говорю, что настоящими студентами вы станете после первой сессии. Когда вы поймете, что такое сессия, как непросто ее сдать, что к ней нужно подготовиться, но это нужно пройти. Вот только после этого студент по-настоящему становится студентом. В студенты уже вступили на нелегкий, тернистый учебный путь. И сейчас самое главное для них – это дойти до победного конца и получить свои заветные дипломы. А пока до этого времени им предстоит немало потрудиться. Впрочем, первокурсники это уже понимают. Легкой жизни она никогда не будет. Легка жизни студента, она как бы немного более ответственная, чем в школе. Скоро у нас будет как бы средств познания, и мы к ним очень сильно готовимся. Волнуемся, конечно. Ну а так, дружно поддерживаем друг друга. И с этого становится легче учиться. Я поступила на организацию работы с молодежью. Поступила я, потому что это весело, это саморазвитие. Учиться правильно постраивать свои мысли и вообще общаться с людьми. Ожидают посвящение, наверное, каких-то новых эмоций, радости какой-то и действительно ощутить, что мы уже первокурсники, а не школьники. На этом веселая и увлекательная жизнь первокурсников только начинается. По словам Константина Проковьева, уже в декабре всех поступивших ожидает немало приятных сюрпризов на традиционном фестивале студенческого творчества «Веселый Дяв-2018». Движение «Жизнь». Седьмой год подряд курганские субкультуры объединяются, чтобы принять участие в молодежном фестивале. На самом громком и молодежном событии сентября побывала и наша съемочная группа. Молодые, активные, творческие, талантливые и спортивные представители молодежи собрались в прошедшее воскресенье на площадках ЦПКО в рамках фестиваля «Движение «Жизнь». В этот осенний солнечный день любой может прийти в Центральный парк культуры и отдыха и посмотреть, чем занимается у нас молодежь в свободное время. Это и стритбол, сегодня проходят замечательные соревнования, и велотриал, и кроссфит, и паркур, а также танцевальные батлы в течение всего дня на нашей главной и второй сцене. Сегодня площадки расположены по всему парку культуры и отдыха, поэтому в течение всего дня люди могут приходить, участвовать, смотреть, ну и получать удовольствие. Было организовано более 10 площадок фестиваля, на которых можно было встретить абсолютно всех представителей уличных культур. От трюкачей на специальных велосипедах, увлеченных борьбой за главный приз, до хип-хоп-танцоров, которые сошлись в дружеских танцевальных баттлах. Ну, во-первых, в нашем городе пока еще редкость. Такие масштабные праздники, такие фестивали, как «Движение». Я считаю, «Движение» один из основных фестивалей, который двигает нашу молодежь к позитивным эмоциям, к самым светлым чувствам и направляет их к творчеству, к прогрессу и к позитиву. Подобный фестиваль раскрывает возможности для нашей молодежи, которые видят, что да, здесь тоже есть жизнь. Организаторы фестиваля уверены, что традицию проведения молодежного мероприятия такого масштаба они будут продолжать из года в год. Павел Баев, Владислав Базлев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру». И мусор убрали, и в эстафетах поучаствовали. Полезный субботник организовали коллективы Курганского мясокомбината «Стандарт» и хлебокомбината «Номер один». Это ведь совсем несложно взять пакет для мусора, взять перчатки и пойти на природу, пробежаться и собрать мусор. Вот абсолютно ничего сложного в этом нет. 15 сентября в рамках Всемирного дня чистоты в Кургане на Голубых озерах прошла акция «Генеральная уборка страны». В ней приняли участие Курганский мясокомбинат «Стандарт» и хлебокомбинат «Номер один». Убирались в этот день со спортивным азартом. Команды устроили между собой символический батл «Кто больше соберет мусора». А также провели веселые старты, где выяснили, кто же самый ловкий и быстрый. Мы просто обсудили это в своем кругу. И ребята сказали, это круто, это здорово, давайте. И мы организовали такое мероприятие, и я очень надеюсь, что оно не последнее. Первое, но не последнее. Что мы заложим такую добрую традицию, и нас поддержат другие. Баттлы, конечно, символические, потому что в итоге, мне кажется, проигравших точно не будет. Выиграет, прежде всего, экология, выиграет Курган. Коммерсийский директор хлебокомбината «Номер один» Елена Приз уверена, что если их команды и дальше будут активно взаимодействовать и принимать участие в подобных мероприятиях, это станет чудесным симбиозом. Не секрет ведь, что настоящее такое сплочение возникает в момент, когда мы делаем совместно что-то. А если это что-то еще и хорошее, то просто отлично. Берег Голубых озер выбрали неспроста. За полтора часа уборки совместными усилиями здесь собралась внушительная гора мусора. С ее вывозом и дальнейшей переработкой командам помогло предприятие «Сток». Летом мы сами видели, какое там количество мусора накапливается. И то, что люди обеспокоены этим, это нас очень радует. Борьба с мусором, его переработка, она сейчас выходит на новый уровень. Стоит отметить, что таких акций в нашем регионе становится все больше, а это значит, что в наших силах сделать этот мир лучше. Максим Ахахонин, Тимур Натсулханов, Александр Киселев, Владислав Базлев, Идея Кайгородцева, информационное агентство Курганру. Семь лет бесперебойного интернет-соединения. Курганский филиал компании «Интерсвязь» отпраздновал очередной день рождения. Гостей праздника было множество, ведь «Интерсвязь» успела стать для курганцев своей родной. В 2011 году ровно семь лет назад в Курган пришла компания «Интерсвязь». К этому моменту она покорила почти весь Южный Урал. И пусть сейчас ее называют не иначе, как федеральным интернет-провайдером, компания не утратила радушия и добрососедской отзывчивости местного оператора связи. «Интерсвязь» быстро влилась в социальную жизнь города. Теперь ни один городской или всероссийский праздник не обходится без ее участия. Будь то День Победы, День Города или 1 сентября. Масса конкурсов, сюрпризов и искренней радости вам обеспечена. Самое важное на гуляниях напомнить о том, что настоящие ценности семья, близкие и друзья располагаются не по ту, а по эту сторону от экрана монитора. Несмотря на мощную поддержку Кургана деятельность компании не ограничивается мероприятиями. За 7 продуктивных лет «Интерсвязь» выпустила ряд технических новинок в рамках концепции «умного города». Безопасные розетки, телеприставка с голосовым управлением, остановка с бесплатным Wi-Fi и, конечно, возможность открывать двери подъездов с мобильного телефона. Перечислять можно долго. Многие новшества по сей день работают в приложении «Интерсвязь» и пользуются огромным спросом у жителей области. Как раз для того, организовала праздник для всей семьи. Еще больше конкурсов, призов и памятных фотографий, а также концертная программа и зажигательные танцы. Улыбки озарили Курганские улицы в минувшее воскресенье. 7 лет бесперебойного интернет-соединения праздник сам по себе. Если вы еще не стали абонентом компании, приходите в Центр обслуживания абонентов по адресу 4-й микрорайон, дом номер 23. Николай Волков, Александр Киселев, Александр Карпов, информационное агентство Курган.ру. Рев моторов, крики публики, взлеты и падения. В летном центре Логовушка прошли соревнования по мотокроссу. В них приняла участие даже девушка. Но непростая, неоднократная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию. 16 сентября в летном центре Логовушка прошло первое открытое личное первенство Курганской области по кантри-кроссу среди мотолюбителей. Соревнования были посвящены памяти кандидата в мастера спорта по мотокроссу Виктора Степановича Литвина. Он был одним из родоначальников мотокросса и одним из лучших механиков в нашем городе. Вводил новшества в ремонте двигателей именно мотоциклетных. Такие, ну, скажем так, которые еще, скажем так, в Японии разрабатывались. Он параллельно здесь такой огородил здесь. У него было очень много друзей, все его знали. Он был отзывчив, всегда помогал. Организаторами соревнований выступили летный центр Логовушка, как урганские мотоклубы «Двоечники» и «Лесные райдеры». В межобластной, можно так сказать, здесь есть и сербита. Уралисты приехали, вот первый раз попробовали. Здесь, ну, из Селябинска, ветеран тоже, Юрий Чичихин. На каждый раз наши гонки приезжают. Заезды прошли в дисциплинах кросс, колясочи и эндуро. В зависимости от них гонщикам надо было провести в седле 20 или 25 минут. Сделать это было непросто. Трасса изобиловала мелкими кочками, большими горками и ямами. Потеря концентрации или малейшая расслабленность грозила падением. Практически всю гонку мотокроссмены проводили в напряжении на полусогнутых ногах. Тем удивительнее, что среди них оказалась девушка, многократная чемпионка мира и России среди юниоров по фигурному катанию, мастер спорта международного класса Наталья Романюта по прозвищу Неваляшка. В один прекрасный момент я проснулась и поняла, что мне не хочется оставлять чувство адреналина, предстартового именно адреналина. Я искала долго вид спорта. Я попробовала вейкборд, теннис, горные лыжи, сноуборд. Но в итоге перешла на эндуро. Причем именно не мотокросс, а именно эндуро. Потому что эндуро – это и на гонке на продолжительное время, то есть на, так скажем, на выживание. Вначале мотокроссмены воспринимали девушку высокомерно-снисходительно, а когда увидели на трассе, уважительно-опасливо. На июльском мотокроссе в лаговушке Наталья Романюта заняла второе место в общем зачете, опередив многих мужчин. В Кургане я вот езжу уже второй или третий год, только здесь соревнования проводятся. И мне очень нравится здесь выступать, потому что здесь очень классная публика. Здесь принимают просто, вот нигде так не принимают, как здесь. То есть люди здесь поддерживают. Ты проезжаешь каждый круг и понимаешь, что у тебя просто энергии в сто раз больше прибавляется сил, потому что все кричат, болеют, называют твое имя. Это очень классно. Не везде так болеют. По итогам соревнований весь пьедестал почетов в дисциплинах кросс и эндуро достался Курганцам. Среди ветеранов победу одержал гонщик из Копейска. Среди колясочников – из Ирбита. Алла Маковеева, Николай Волков, Александр Киселев, Александр Карпов, информационное агентство Курганру. О чем может сказать запах изо рта? И полезны ли на самом деле пребиотики? Ответы в авторской программе Алексея Старцева. Здоровый интерес. Она продолжит наш эфир. Не переключайтесь, а я с вами прощаюсь. Всего доброго. Эфир Курганру продолжает программа «Здоровый интерес». Я Алексей Старцев. Здравствуйте. И сегодня в программе. Стоматолог как экстрасенс. А что способен рассказать профессионал о вашем здоровье? Лишь откройте при нем рот. Покупать или нет? Правда ли, что пробиотики незаменимы для нашего здоровья? Не хочешь чистить зубы – твое дело. Но учти, дело не ограничится запахом изо рта. Популяция бактерий стремительно вырастет и приведет к воспалительным процессам во всем организме. На какие симптомы нужно обратить особое внимание? Наш следующий сюжет. Хороший стоматолог практически как хиромант. Когда вы откроете в его кресле рот, может многое сказать о вас. Профессионал способен диагностировать заболевания в диапазоне от кариеса до раков полустирта. И сегодня мы расскажем, как именно. Не только спрашивать пациента, что его беспокоит. Когда пациент открывает рот, ты видишь, там массу, например, проблем, а он говорит, а мне беспокоит только там нижний зуб слева один. Вот, на холодное. А все остальное у меня все хорошо. Когда ты смотришь и думаешь, как может быть все хорошо, когда тут работы непочатый край. Благодаря такой внимательности стоматолог с легкостью поймет, что несколько часов назад вы переусердствовали зубную нитью перед походом к нему. А сколы на эмале и потертости на кромках передних зубов, как Шерлоку Холмсу, расскажут, что вы любитель покусать ногти. Проблемы с деснами. Есть налет, есть запах изо рта, есть кровоточило с десен. Не надо быть идеальным стоматологом, и чтобы увидеть, человек страдает бронхитом, и ему нужна помощь другого специалиста. Профессионал подметит мелочь, которой вы не придадите большого значения. Так, запах изо рта это самое неприятное, с чем приходится сталкиваться стоматологом. Может сказать о проблемах с легкими почками и печенью. Иногда пациент приходит, действительно, у него в полстерта порядок, и он, в общем-то, следит за собой, следит за зубами, раз в год показывается, на консультацию приходит, и мы говорим, да, у вас вот полстерта санирован, он говорит, ну, мне все равно беспокоит запах изо рта. Ну, тогда, конечно, нужно задуматься о каких-то заболеваниях, ну, в первую очередь, желудочно-кишечного тракта, ну, и эндокринных каких-то заболеваний. Предлагаем обратиться к специалистам. Запах с оттенками фруктов может говорить о диабете или обжорстве, о ноты рыбы, о заболеваниях печени и почек. Если запах очень неприятный и интенсивный, скорее всего, у тебя проблемы с желудком или серьезные заболевания легких. Витаминоз возможно предположить, заподозрить, когда пациент, ну, опять же, повторюсь, у него все в порядке с зубами и нет налета, он за ним ухаживает, а десны все равно кровоточат. То есть это все-таки недостаток витаминов, ну, группы А, Е, В. Часто пациенты по ошибке жалуются на боли в корнях передних верхних зубов, а на деле это оказывается синусит. Проблемы могут проявляться одинаково. Однако, если встать, нагнуться, достать пальцами до ног и боль усилилась, значит проблема не с зубами. А вот кровоточивость во рту, странные опухоли, уплотнения и поврежденное состояние слизистой может дать основание заподозрить рак. И хороший стоматолог не промолчит, а посоветует обратиться к онкологу. Доверяйте свое здоровье только профессионалам. Таким, как в клинике стоматология Надежда Плюс. Мы изучили десятки медицинских новостей и одна показалась особенно полезной. Касается вездесущих заявлений, что продукты с пробиотиками дарят стройность и молодость. Израильские ученые завершили многолетние исследования. О их результатах наш следующий сюжет. Рубрика «Открытие недели». То, что рекламные акции призваны увеличить продажи, знают все. И часто желаемое выдается за действительность. Молодость, стройность, неувидающая красота, никаких усилий, только купите продукт с пробиотиками. Бифида и лактобактерии. Оружие против старости. Однако ученые усомнились в рекламных кампаниях, провели исследования и оказалось не напрасно. Сразу две научные работы доказали, пробиотики не столь эффективны. Как сообщает BBC, они либо оказывают слабый эффект на организм, либо вообще никакой. В половине случаев поступившие в организм бактерии незамедлительно его покинули. Как говорится, естественным путем. В другой половине случайно задержались ненадолго. В чем же дело? Оказывается, мы, человеческий организм, в большей степени микробы, нежели люди. Если посчитать все клетки в организме, то окажется, что лишь 43% из них человеческие. Остальное это микробиом человека. Бактерии, вирусы, грибы и одноклеточные археи. Это своего рода второй геном человека, от которого зависит склонность к болезням, аллергиям, ожирению, заболеваниям кишечника и даже болезнь Паргинсона. Он влияет и на усвоение противораковых препаратов, развитие депрессии и возникновение аутизма. И вот такой слаженный симбиоз всех организмов не просто так впускает в свое сообщество какие-то новые бактерии. А вот в следующей передаче расскажем о продукте, которому они будут рады. И в отличие от рекламных заявлений, он чудодейственно меняет работу всего организма. Помните, ваше здоровье это ваш выбор, а мы дадим исчерпывающую информацию о всех возможностях здравоохранения региона. С вами был Здоровый Интерес, я Алексей Старцев. Будьте здоровы! 5 октября Филармония Владимир Ждамиров Валерий Волошин и Денис Мафик в остросюжетном концерте в стиле шансон Джентльмены удачи! Водитель, помни! Официальный техосмотр ваше спокойствие на дороге. Вселенная возможностей для вашей информации. Интернет-магазин Столплит представляет мебель по традиционно низким ценам. От стола до кровати все лучшее детям. Столплит доступная мебель. Первая киберарена Кургана открывает для вас свои двери. 10 мощнейших игровых станций. Крутая клубная атмосфера. Регулярные турниры и ивенты. Е-клаб твой прямой рейс в киберспорт. Приходи мы ждем именно тебя. Вы можете сделать так. Или даже так. Но мы хотим, чтобы вы читали «Зауральский курьер». Новая рубрика «Книга жалоб и предложений». Нам важно, что вы думаете. Все подробности читайте в номере еженедельника. «Горгазсервис» реализует газовые котлы «Ардерия». Осуществляем замену продажу газовых счетчиков. Обеспечиваем полную гарантийную и сервисную поддержку всей нашей продукции. «Горгазсервис». Когда работают профессионалы. «Горгазсервис». Поздравляем сайт «Курган.ру» с рекордными показателями. 44 919 уникальных посетителей. 56 965 посещений за сутки. Достоверно, мобильно, ярко. Присоединяйтесь! Кто на ярмарке «Ермак» одевается, тот выгодно тратит деньги, потому что у нас оптовые цены от производителей. Новая осенняя коллекция «Курток» до 72-го размера. Улица Коли-Миготина, 87. Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Максим Пивоваров. Кто на ярмарке «Ермак» одевается, тот выгодно тратит деньги, потому что у нас оптовые цены от производителя. Новая осенняя коллекция «Курток» до 72-го размера. «Ермак», улица Коли-Миготина, 87. А теперь о прогнозе синоптиков. В среду синоптическая карта «Зауралье» будет представлена западной периферией относительно погожего антициклона, по которой южные ветры будут поставлять новые порции более теплого воздуха, благодаря чему температурный фон окажется на 3-5 градусов выше климатической нормы. Только на западе в зоне атмосферного фронта небо будет хмуриться и пройдут дожди. В Екатеринбурге плюс 16, плюс 18, в Тюмени плюс 17, плюс 19, в Челябинске плюс 19, плюс 21, кратковременный дождь. В Кургане облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду, температура воздуха плюс 8, плюс 10. Днем в Кургане облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду, температура воздуха плюс 20, плюс 22. Атмосферное давление будет падать и составить 754 миллиметра ртутного столба. 19 сентября солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!